Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Номер 661. Событие дня. Книга Порока Малахи, 2 глава, 7 стих. Уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его. За 4 октября 2017 года. Ну что у нас тут, пасмурная погода была, несмотря ни на что, Володя и Никита пошли заканчивать, ремонтировать спуск с лагерного пруда. И там все сделали, там шапилили, упало в воду, вытаскивали они. Я и был не нужен, пошел проверять капканы бобров, ну и спускаться вниз метров 5, как ров такой, где за запрудой идет, там сухие, сущие. Кое-кое как спустился, проверил один капкан, почему-то захлопнулся опять. Один его раскрывал, раскрывал, хотя и с собой дощечка была, на нее ставить-то. Все-таки установил, и вылезти не могу оттуда. Посидел маленько, засыпляясь, за одно, упруся, за другое, за листики, за веточки, вылез. А нам не хватило земли, там засыпать нору, затрамбовали, еще куна ковша 2-3, Игорю. Он, я не поеду никуда, я не сейчас, говорю, Игорь. Как будет время рядышком тут от тебя, метр, ну, 50-100 даже, ну, 100 метров от склада рядом. Так вот день прошел, еще свободное, значит, время свободное у нас, это время молитвы. По гостям не люблю ходить, по домам шариться, очень не люблю. Ну, вечером, раньше я запирался здесь веранду в 9, а сейчас темняется раньше, и чтобы не выходить, я заперся. Стучат. Мне неприятно, я сижу в валенках, снимать надо, носки сдерживаются, теперь надевать холодные сапоги, одеваться, выходить зачем? Ну, все-таки шторку приоткрыл, а плотные шторки. Гляжу, Виктор Осавченко, жена Иоанна, в окошко стучит. Ну, пошел открывать, рад гостям. И они заходили на Володе Пащенко, бывшие Калашниковы, усадьбу, дома были там. И Никита все дорогой снимал и здесь, это ролик будет стоять. Побыли они с Иоанной, Виктор, сестра Ольга Николаевна и Ангелина, дочка. Побеседовали тут, поиграли маленько с дочкой. Я ей шарик дал тут, по щеняю, который такой целлулоидный, красный. А она им занялась, понравилась ей. А потом взял я с ее четки, лесовку, ей на шею повесил. Давай, перебирай, учись молиться-то. Ну, маленько так вот мы с ней познакомились. Девочка хорошая, усят ходить, и она молоденькая совсем. Зубки уже есть. Ну, и побыли уже стемнялось, и дождик моросит. Несмотря на это пришли. Благодарение Господу. На выходе помолились, и они ушли. Вот день и закончился. Вот день. Однем посмотрел я на печку-то, а там печка-то поставлена не на фундамент, а на пол. И где труба, эта часть печки больше прогибает пол, и она оторвала трубу, эту часть. И вверху, там, на полсантиметра уже щель. Ну, пошел искать глину, песок, разогрел воды. Один и десять, он притащил тяжелую лестницу в комнату, примерил, какая. Дождем под дождем стоит, она уже старая, намокшая. Залез, замазал как будто бы, еще не топил, не знаю, как будет. А внутрь печки залез у себя там Володя, тоже что-то погода позволяет отремонтировать. Ну, и он хлеб пек. В этот день, потому что сухари подошли у нас к концу. Вот это день. А что тут дольше, больше-то событий нет никаких. Но события важные, что Господь услышал, и Виктор говорит, мы ощущали молитву. Ощущать молитву, что помогает, это очень непросто. У нас углярка в Барнауле, и туда залазишь, когда мало угля, то доски-то вынимают, которые не дают углю падать-то. И совсем немного угля. Я туда перешагнул, ну, а рядом где-то вот ведра стоят наружи-то. А оттуда ногой-то засыпился и ахнулся вниз-то в темноте, зимой, 6 утра. И два рядом ведра, и чуть-чуть отодвинутые, я лицом упал прямо между этими ведрами. Ну, представьте, с размаху, ахнулся зимой. Я скорее шапку снял и стал Бога благодарить Господь. Да кто же это за меня так молится-то? Ну, как ни крутись, ни бодрись, а не 25 лет-то. Вот так вот. И было тоже, понёс голубям. Специально помню, кажется, пшеница и горох лыщеный. Ну, а валенки такие подшитые, транспортерной лентой, скользкие, да наморозило. И я с этой лестницы полетели мои корчашки из руки. Одной рукой держался только и ахнулся в снег. Так, ничего нет. Лежу в снегу и ощущаю, где боль-то. Нигде боли нет. Вот потихонечку поднимаюсь, руки, ноги пошевелил, шеи. Всё на месте. А всё это моя... Что-то это... В горшках-то что было, всё разлетелось, банки по сторонам, до весны они будут лежать. И опять, сразу тут же в снегу ещё не опомнился, скорее молиться. Да Господи, да кто же за меня так усиленно молится-то? С лестницы не извергнуется это. Летом бы это кости переломало, а снег пухлый, упалый. Это я просто припоминаю, как было. И было у меня это многократно в жизни, особенно в вузах. Предварительно пока идёт следствие, в тюрьме. И особенно на этапах ужас, что с людьми делают, ни перед кем не отвечают. Но ко мне они очень хорошо относились, и все. Это молитва. И где приедешь, и там тебе самые лучшие дают матрас, там... И никто тебя не знает. Заключённые, баландёры, как называют их. И вот они и так все относятся. Бог умягчает все сердца. Ожесточения против меня от заключённых ни разу нигде не было. Один там, Васев Кемерово, что-то забухтел. Его там растянули руки-ноги, кляп забили в рот, они били его заключённые. Ну, поймали заворов свой ещё. И вот, посмотреть наши ресурсы, кто не знает. Люблю систему «Мой мир», если бы не испортили, вообще цены и не было. Теперь уже не вернуть. Потому что сразу можно было посылать на 10 тысяч человек одним щелчком. И каждый получал 12 фотографий сразу. Или 5 тысяч знаков, текст. Сейчас ничего нет, по одному лепишь тут. Ну, видимо, безобразничали люди. Но опять же, это в друзьях. Вот из-за коленок. Коленки суставов вот это есть. Вот коленки болят, ну а чего это больно? Вот первое, второе. Второе, третье. Вот три ролика уже на «Мой мир» перенеслись. Ну, тут я этим занимаюсь. Нашего видеоканала. Вот ленточный. Даже ещё не смотрел, какое посещение было вчера. Сколько нас посетило. 295. Ну, 295 я их ни одного не видал. Это означает, что? Это регулярно, каждый день. Ну, поменьше бывает, чуть побольше. Всё стоит. Самый большой наплыв людей был, когда на рождественское чтение, там Дворкин, другие на меня выступили, чтобы жалобу написать в Роспотребнадзор. В 20 раз увеличился приток людей сразу. Как профессор Сёмкин, Борис Васильевич у нас, проректор по учебной части АГТУ Барнаули, говорит, любая антиреклама, это вам реклама. Он приходил. Я благодарю Бога, что Бог и врагов примиряет с нами даже. Я говорю вообще не о этих. А эти вообще и у нас посещали, профессора, и кого только не было, предприниматели, приходили в воскресенье, в общину обедали, вместе были голубей, держать давал в руках, рассматривали. Фотографии сохранились. Меня обвиняют, что все снимают. А мы хотим показать, какая жизнь. Эти, которые нападают, фамилию не могут, имя написать. Я их удаляю сразу. А кого тут? Анонимчики. В корзину. В корзину. Это решение было принято в Государственной Думе. Анонимки не рассматривать. Вот так. Тогда Глеб Якунин, священник, много потрудился в этом направлении. Ну и у нас 2797 день уже. И вот кто заходит, вот вступительное там, когда вступается, да, и пение какое, и какие идут. Ну там три раза повторяются, разная фотография. Это «Во свете Библии» Владимир Молчанов написал, Мочалин. Вот. Ну и наш православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Вот сегодня, как всегда, я ставлю. Раньше ставил по 10 роликов, сейчас по 5. А придет и по одному заканчивается событие дня. Вот был здесь Сергей Егорович Игнатов. И вот сколько мы с ним беседовали, и каждый день по одному выставляю. не было еще такого плодотворного сотрудничества, ни с кем, кто приезжает. Ну один раз побеседовали, а этот на 10 дней. Тут был, везде работал, и купался, и на каренду, на велосипедах мы с ним ездили, и по всем прудам, и пешком, везде. Вот. Человек, ну не два года ему, на 30 лет, правда, моложе меня, 69-го. Вот такое дело. Ну и во свете Библии, православный библейский сайт. Это вообще чудо. Это после моего мира. Первый вот это вот у нас был ресурс. У нас работает с модераторами администрации, около 12 человек, 12 или 13. Спонсоры, кто содержит, я не плачу за это. Это кто-то платит, и кто-то их закачивает. Я только снимаю замки. Они под замками все. Под замки. Сегодня что нужно было сделать? То есть селекция занялся. Это все еще утро. Раннее, раннее утро. И успел сюда теперь начитывать еще события дня. События дня. Мы посмотрели. Вот вот все. Вопросы ответа. Самая сцена 4124 ответа. Я все удивляюсь. Вот я прожил такой бедности, не выскажешь никогда, и никогда не нуждался в хлебе. Никогда. Тут один приходит из Потеряевки, мне говорит, занять бы денег у вас. Идут. И кто работает, там бывает, молоко продают, то другое ко мне иду. Да какие деньги? Это у меня 6 тысяч 523 рубля. Пенсия. 6 тысяч. Я говорю, я на этой неделе только отдал. Вот одна неделя прошла, 85 тысяч. В руки в чужие отдал и навсегда. Понимаешь? 6 тысяч. А 85 отдал. А отдал, да не 85. Сказал, оказывается, 95. 95 за неделю только из моих рук ушло. Ушло навсегда. Почему? А Бог знает мое сердце. Мамона никогда надо мной власти не имел. Деньги как-то приходят. Притом я сам не прошу. Вот самое удивительное, не прошу. Люди бывают на ресурсах. А можно я вам буду перечислять каждый? Помаленьку. На телефон. Все время кто-то мне перечисляет. На мой телефон. 8-961-230-70-60. Понятия не имею. Приехал сюда. 400 рублей было. А сейчас уже, кажется, 6 тысяч. За это время. Больше тысячи в месяц кто-то накидывает. Притом все время. Я приезжаю, отдаю телефон. Вижу, кто так нуждается, чтобы сняли. А не снимаю деньги опять. А по нолям почти что-то. Ну, лишь бы работал там несколько сот. Проходит сколько времени? Месяц 4. У меня опять тысяч 7. Опять отдаю. А если где-то переводы бывают большие. Беру нуждающихся. Едем вместе. Ну, они стоят рядом. Говорят там, где что нажать. Ну, допустим, на пластиковой карте-то. Я к деньгам не прикасаюсь. Не прикасаюсь. Если в обменном пункте, бывает, пришлют в валюте какой-то, я тоже не прикасаюсь. Паспорт вложили. Я этому человеку поворачиваю. Он из паспорта деньги вынимает и уезжает. А кто это такие? Ну, кто нуждается? Кто нуждается? Бывают болящие, бывает, нуждаются детей побольше, чем у других. Я просто говорю, как можно делиться. Я говорю, никакого не имею отношения к этим деньгам. Я всем говорю, кому помогаю. Это не мои. Это мне помогают. Вот помогают мукой. Я тоже осенью крупы разные, масло растительное. Все раздаю и говорю благодетелей главных, кто. Кто, откуда имена их называю. Имена только, им знать больше не надо. Чтобы помолились за них, эти люди добрые. Почему-то они меня избрали. Меня Бог на это дело избрал. Чтобы давать мне деньги, как Иоанну Кронштадтскому, и тут же из кармана все уходит. Вот это все время. Я посчитал, вот за два с половиной года у меня в Потеряевке я вложил больше миллиона. Миллиона, а пенсия 6500. И нигде не просил. Вот я делюсь благодатью Божией, которую Бог дает. Впрочем, не я, говорит, а благодать Божия. А уж я не говорю, издать книги, 38 томов. Многомиллионные просто. Это невозможно сказать, сколько стоит. Много. Ну и на этом все. Пока можно просчитать. Вот война. И о войне сейчас идет. Вопрос 1435. Пятый том открытым оком. Почему церковь всегда крепла во время гонений? Как понимать выражение кровь мучеников всеми церкви? Ответ. Это я ответ даю за кафедры в университетах, на радио, в милиции. Все отделы милиции в Барнауле, городской УВД и краевой УВД. Это подо мной были. Все воинские части мои. Университеты, техникум, десятки школ, три радиопрограммы регулярные. Тех, которые нападают, они же ничего не имеют, не знают. А я хвалюсь Господом благодатью его. Это не день, не два, годы. Только в одном университете я вел занятия 18 лет. Летное училище. Курсанты. Это все мое. Больницы. Там тюрьма. 3700 человек. И тоже больше 20 лет, наверное, я сотрудничал там. Несли и все. Это Бог делает. Ответ. Это усыновление Господня. Почему? Таков уж закон Божий, чтобы в страдании, как в горниле, окалина вся перегорелая, очищенная золота, блистала на радость хозяину. 1 Петра 4.1. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Почему без мучения нельзя родить ребенка? Бытие 3.16. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. Она и так-то чрево носит, поддерживает, еще умножу, умножу, умножая, умножу. Слово умножая, умножая, редко встречается в Библии. При рождении человека. Иоанна 16.21. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так Бог делает. Знакомая моя вышла замуж. Ну и так поделились, и муж стоит рядом. И она смеется и говорит. Я рожала. Я бы готова зубами разорвала его, говорит. Только родила, все забыла. И меня тянет к нему, говорит, и ласкаюсь. Так написано. Это понимали уже ветхозаветные праведники. Псалом 93.19. При умножении скорбей моих в сердце моем, утешение твои услождают душу мою. При умножении скорбей. Утешение Господне. Пожалуйста, родился человек. Псалом 118.71. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Гонение за истину отсеивает Микину. Ветром преследований ощущают гумно. Когда человек говорит, вот мои ответы, они основаны на слове Божьем. Лука 3.17. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свою и соберет пшеницу в житницу свою. А солому сожжет огнем неугасимым. Что интересно, на меня нападают. Вот баптисты нас посетили. Не судите, да не судите. Они хорошие. Ну, хорошие еретики. В аду много хороших. Вот «Бегство из ада» есть фильм такой. Там, говорит, хороших много. Еретики. Ой, не судите. А сами осудили всю церковь, всех подвижников. Всех учителей церкви, что было 1600 лет наработано, все отбросили. И Святую Соборную Апостольскую Церковь из своего придуманного символа в XVII веке выбросили. Никто так не судит, как они. А я сказал, еретики, вы, у вас нету рукоположения. На исповедь не ходите, литургии нету, причащения нету, истинного крещения нету. Еретическое крещение – это осквернение. Так Кипрян Карфагенский говорит. Если нужно отобрать на славное и трудное дело, то предложи всем пробежать 10 километров за полчаса, и сколько останется? Это интересно. В Англии было при Маргаре Тэтчер. Ну и все служители там какие в администрации должны были с одного здания в другое пробежать. Она стояла, смотрела, которая не может, сразу увольняла, и все. Глядя на мужество срадальцев, зрители превращались в сторонников гонимых. На крови Стефана зародилось будущее и светило церкви. Савл, апостол Павел. И это мы узнаем из Слова Божия. Филипписам 1.14. Большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие, а не так, что «А, того взяли, тебя достукался, как сейчас». Деяние 4.29. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». Когда мы собирались путешествовать по югу, то мне писали, «Это вам уже все равно, вы хотите быть мучеником, но этих-то зачем берете людей с собой?» Виктор Савченко и Николай Кручину. Где особенно в Чечню не ездите, там турцы, они мусульмане, ваххабиты там режут. Мы проехали ничего подобного, нету, никто нас не резал. И они нас принимали как родных и близких. Мусульмане прекрасные люди. Мусульманки мне очень нравятся, их одеяние целомудренное. И как в Турции мы проходили, стояли на верхотуре, молились, нас видели. Там русская мафия, русская мафия нас заблокировала. Все разлетелось. А турчанки эти помогали, там приносили чай, что мы не уходим, молимся-то и старались поддержать нас на таможне, рядом с таможней. Это Бог делает так. Я свидетельствую, в Чечню, когда приехали, Виктор Николаевич Савченко вышел там спрашивать что-то, а молодежь идет, ну, лет по 16, может, 18. Ой, с какой радостью они начали показывать, куда проехать. Поедем по проспекту имени Владимира Владимировича Путина, чтобы живого президента, вот любовь. Да, они бюджет, они сосут. Я говорю о другом, о расположении. Никто нас не хватал, не знали, кто мы. Приехали, а у них в библиотеке там совещание какое-то. Никто руками не закрывался. Дорогие чеченки стали возле нас фотографироваться, там еще какую-то позвали, одетые по форме. У нас, говорит, совещание, тут замминистра, или министр приехал по образованию. И они все оставили, стояли с нами, беседовали, книги там подписал, поехали к Рамзану Кадырову. И там не проехать никак, нельзя там заставить. У нас никто не останавливает. Прямо проехали вплотную к нему. И там отдали. А потом я от него получил благодарность. Вот и все. Поэтому я ничего не опровергаю, что, говорят, режут голову. Да, так. Но с нами этого не было. За нас молились все, и мусульмане. И ходили мы, были в Баку. Самира Тагиева, умница, прекрасная женщина, мусульманка. А муж мула. В доме их ночевали. Водила в мечеть. И там молились. И как они, какие суровые мужские, мужественные лица. Я склонился, земными поклонами молился, а потом головой в землю и стоял молился. Встал вокруг меня в три кольца. А они у стен были между молениями, видать, у них намазы. Еще и сколько, пять намазов. И дальше были беседы, улыбаются, рассказывают. Все изменилось. Только стал говорить и молиться. Они увидели, мы не те, которые их угнетают, которые чурками их называют, которые стараются их унизить, как говорят, на свое место поставить. Нету. Они были на своем месте в их мечети. Вот у меня это в памяти все осталось. Осталось. Когда я летел из Финляндии в Америку, и там разносят еду два раза. Ну, долго лететь-то. Ко мне подошли, я маленько тямал по-английски-то, и говорю, у нас пост есть нельзя. Это что можно? Я говорю, растительное. Они ко мне четыре раза, кажется, подошли. И там и земляника, и ягоды, и орехи. Где они еще брали, не знаю. И каждый подходит, улыбается. Так это в 92-м году было. Я все еще помню. 19 лет. Почти 20. Вот как Господь сделал. Почему? Это Ему угодно. Еще я говорю 20. В 92-м, 8-м, 25 уже лет назад. И ныне, Господи, воздрину угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое. На место наш, павшего под ударами палачей, Бог восставляет сотни и тысячи новых бойцов, как свидетельствует и жития святых. Казнят одного, а от свидетельства героя веры обращаются палачи. Этих начинают казнить, и обращается вся гвардия этой житии Георгия Победоносца. Казнят на окраинах империи, а обращается в другом конце вселенной в десятки раз большее число избранных. И тогда дают указание казнить только начальников, а простых не трогать. Империя стала пустить. Вот я зачитываю то, что есть. И жития святых, и мои вопросы, и ответы. Я никого не опровергаю. Не опровергаю, но говорю, что на нас не срабатывало это. Потому что молились за нас все и мусульмане, и сектанты, и вот так. Ну, на этом всё. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь.